Добрый день дорогие друзья! К нам на фабрику часто приходят вопросы с просьбой рассказать отличие одной модели баяна от другой и помочь выбрать ту или иную модель для начинающего музыканта. Сегодня мы расскажем вам о двух ученических готово-выборных баянах и помочь нам в этом мы попросили профессионального концертирующего баяниста Артура Адышина. Добрый день уважаемые зрители! Переду сразу к делу. Перед вами баян ученический, тула, код для поиска BN53-2, инструмент весит 9 килограмм, вполне мне в нем сидеть комфортно. Готово-выборная система, т.е. влево можно играть готовыми бас и готовый аккорд и как выбранные. Это у меня сейчас выбранная и готовая система. Количество клавиш в правой клавиатуре 55, в левой 120 и в выбранной клавиатуре 50 кнопочек. Инструмент в правой клавиатуре двуголосный, в левой басы 4 голоса, в выбранной клавиатуре 2 голоса. Диапазон в правой клавиатуре от для диеза большой октавы до соль 4 октавы. В инструменте стоят кусковые голосовые планки, это дает плюс весу инструмента, т.е. он более легче, чем с цельными планками. Баян имеет три регистра. Фагот. Фагот с концертиной. И просто концертиной. Например, я сыграю, полюбившись многим детям и уже взрослым, отрывок из Гарри Поттера фильма. Фагот. 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 Артур, расскажи про выбранную систему, чем она хороша, и какие возможности она музыканту предоставляет. Она нужна для игры большего репертуара, разной музыки, не только баяны, но и в то же время переложения классической, фортепианы, симфонической музыки и многих других. Она дает большую палитру красок и большое разнообразие возможностей. Готовая система удобна тем, что в ней мы нажимаем одну кнопочку и уже звучат три звука. Это большой плюс в отличие от многих других инструментов, где нужно брать несколько клавиш, например, как на фортепиано. Здесь одна кнопка, а на фортепиано, допустим, три. Я сыграю отрывочек руссконародной песни «Коробушка». Механика этого инструмента достаточно легкая. Нажимать комфортно, ответ, подъем, возврат кнопочек быстрый. Что дает скорость игре на инструменте. Особенно это важно в технических, виртуозных произведениях. Регистры переключаются очень легко, без какого-либо усилия. Очень приятно, комфортно. Колесико регулировки левого ремня накручивается. Отлично, нормально. Ремни держат хорошо. И сидеть за инструментом достаточно комфортно, приятно и удобно. BAYAN TOOLLA, BAYAN 12, ученический, многотембровый, готовый выбранный инструмент. В правой квалатуре 92 клавиши, в левой всего 120, а выбранной 50. Диапазон звучания в правой от LA-диеза большой октавы до MI-четвертой октавы. В левой от FA-контрактавы до FA-диеза второй октавы. Инструмент с кусковыми планками, голосами. В правой клаватуре имеет трехголосное звучание, левые басы четырехголосные, выбранные двуголосные. Инструмент обладает семью регистрами в правой клаватуре. Перечислю. Фагот, фагот с кларнетом, орган, гармониум, кларнет с пикколо, кларнет и пикколо. В чем же их особенность? У фагота он дает звучание на октаву ниже. Когда нам не хватает диапазона, мы можем включить его и играть очень низким тембром. Пикколо дает звучание на октаву выше. Потом следующий регистр. Фагот и кларнет. Он обогащает звучание фагота и делает его более широким и более матовым. И звучным. Орган всем известный. Это имитация всем инструмента органа. Но тут уже полифония. Гармониум. Это как аналог всего оркестра. Тутчи. Очень громкое звучание. Может издавать. Дальше. Кларнет и пикколо. Это свое рода как на инструментах, где имеют свои большие регистры. Это тройник. То есть он дает звонкая звучность. И в целом похоже на звучание баяна. Кларнет. Ну, как инструмент. Кларнет звучит приглушенно. Помогает передать лирическое звучание. Сыграя отрывочек из своего сочинения «Таинственный лес», здесь я продемонстрирую звучание фагота. Сыграя отрывочек. Сыграя отрывочек. Левая клаватура. Готовая выбранная. Готовая система «Бас-Аккорд». Выбранная. Одна кнопочка, один звук. Какую музыку можно играть на таком инструменте? Совершенно любую. Абсолютно. Как народную, классику, современную, авангардную, так и поп, музыку из фильмов, игр и что угодно душе. Я вам сыграю пример из пьесы Дербенко «Московский звездчик». Инструмент предназначен для уже старших, больше старших классов музыкальных школ. Так как инструмент весит 10 с небольшим килограмм, он уже больше подходит для серьезных произведений, где требуется хорошее владение инструментом. А также подходит и любителям, кто самостоятельно изучает инструмент, самоучикам, взрослым, от любого возраста до бесконечности. Артур, подскажи, вот мы сегодня разбирались с тобой два разных инструмента. Один был трехрядный, другой пяти. В каком случае, какой инструмент лучше взять для начала обучения? Трехрядный инструмент хорошо для начинающих исполнителей, для взрослых, которые только-только начинают играть на баяне, изучают его. Трехрядная модель, она хороша своим диапазоном, благодаря ему можно сыграть множество разных произведений, она не ограничит в этом плане. И по весу она чуть легче, чем пятирядный инструмент. Это гораздо удобнее. А пятирядный уже нужен для тех, кто стремится играть сложную музыку, более профессиональную и заточен в будущем на поступлении в профессиональные учреждения, средние и высшие. Также пятирядный хорошо для тех, кто уже прошел этап самостоятельного обучения, имеется в виду взрослых, на трехрядных, и хочется больше игры разной музыки. То им, конечно, пятирядный. И чем еще хороший пятирядный инструмент? Он помогает аккомпаниаторам быстро менять тональности. Как это происходит? Например, я взял аккорд, например, ми минорный. И, допустим, певица просит играть в ре миноре. Мне не сложно, как сделать перемещение на те же пальчики, но дополнительный ряд. Получается, что я могу использовать те же аппликатурные приемы, что и с до при даме. То есть, грубо говоря, я играю те же кнопочки, только от других в другом расположении. Продолжение следует...